Ехидна Наклз. Один из персонажей сониковской вселенной. Последний ехидна в мире Соника. Подобно своим предкам, Наклз являлся стражем Мастер Изумруда. Также он известен как охотник за сокровищами. В игре Sonic Chronicles The Dark Brotherhood Наклз упомянут Шейд как потомок Пачакамака, древнего вождя клана. Наклз не так быстр и ловок как Соник и Тейлз. Не может допрыгнуть до некоторых уступов, на которые могут запрыгнуть они. Зато он гораздо сильнее многих других персонажей, включая Соника. Он легко разбивает камни и металлические двери, быстро отодвигает тяжелые предметы. Благодаря своим острым костяшкам на руках может цепляться за стены и карабкаться. Может парить в воздухе и перевозить кого-нибудь на спине. Наклз появился в Sonic The Hedgehog 3, где был обманом склонен на сторону Эггмана и мешал Сонику и Тейлзу. Однако в следующей игре Sonic & Knuckles он понимает, что Эггман пытался похитить Мастер Изумруд и помог Сонику вернуть его. В последующих играх Наклз часто заодно с Соником и Тейлзом. В Sonic Adventure 2 у Наклза появилась оппонентка, Руж, которая пыталась похитить Мастер Изумруд. В конце игры Наклз спасает ей жизнь, и она отдает ему собранные ею осколки. В Sonic Heroes Руж снова пытается похитить камень. Наклз побежал за ней, спасать от нее Мастер Изумруд. В Sonic Rivals 2 Наклз и Руж объединились, когда Изумруд был похищен Эггманом Нега. В Sonic Chronicles The Dark Brotherhood Наклз играет важную роль в сюжете. Там его похищает клан Ноктюрнс, и командир Ганн поручает Сонику и остальным спасти его. Наклз был освобожден. Позже похитительница Наклза, прокуратор Шейд, перешла на сторону команды, узнав о настоящих планах Императора Икса. Между Наклзом и Шейд появились некоторые отношения. Под конец игры Икс предлагает Наклзу предать Соника и присоединиться к Ноктюрнсам, но Наклз отказывается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на сообщество ВКонтакте. Также у меня есть второй канал на Ютубе, сообщество в Ютубе. И не забывайте, друзья, про промокод. Всем еще раз спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok